Беном, Ньютон, Гаусс. Давайте для начала вспомним, что такое беном. Если у нас есть сумма двух чисел, то можно ее подвести в квадрат, можно ее подвести в куб, в четвертую степень. Давайте вспомним, как это отчетается. Это АА плюс АВ плюс БА. Отлично. Что это? Немножаем три степени. Это будет ААА плюс АВ плюс АВА плюс АВА плюс АВВ плюс БАА. Плюс БАВ плюс БА плюс БВА. Господа, я прошу разрешения не выписывать подробно обувь четвертый, а не пишу просто так. Что это АА плюс АВ плюс и так далее. и в конце будет вы, конечно, скажете, что, что-то глупости, мы всегда пишем Б квадрат, а здесь пишем 2АВ. Ну, это, конечно, да. Это, конечно, да. Но Гаусс задал такой вопрос. А представьте себе, что А и В – это величины, которые не коммутируют между собой. То есть представьте себе, что за возможность перенести букв у нас предусмотрена какая-нибудь величина. Итак, пусть БА – это с некоторым коэффициентом АВ. При этом ФУ – это уже число, которое коммутирует. То есть давайте договоримся переставлять буквы вот по этому правилу. Конечно, сейчас многие школьники удивятся, потому что привыкли, что умножение чисел не зависит от порядка, да. Но между тем, если умножать не только числа, то бывают ситуации, когда… Ну, например, если вы понимаете геометрию, и там какие-нибудь повороны перемножали, или рассматривали в комбинаторике умножение перестановок, или если кто-то знает, как матрицу умножать, то вы знаете, что есть математические объекты, которые не перестановочны. Идея такая. Скажем, если у вас А – это будет центральная симметрия вокруг одной точки, а В – это будет центральная симметрия вокруг другой точки. Что такое, когда берем точку и сначала отражаем ее относительно А, а потом относительно В? Вот точка у нас перегулирула сюда. А если бы мы сначала отразили относительно В, а потом относительно А, куда бы она перегулила сюда? И гласите, что эти две точки разные. Ну, в данном случае вот эти А и вот эти темы не имеют никакого отношения, но представьте себе, что я просто взял и ввел такое правило. В умножку на А – это ВАВ. Смотрите, каким образом теперь перепишется вот эта часть. Это будет А в квадрате плюс 1 плюс У умножить на В. Плюс В в квадрате. Я прав? Замечательно. Единственное здесь у меня… А давайте я между срочками напишу. Нормально. Это будет А в кубе плюс А в квадрате В. Да? И здесь у нас будет У в квадрате. Так что будет 1 плюс У плюс У в квадрате. Хорошо. А здесь у нас будет АВ в квадрате. Интересно, с каким коэффициентом? АВ в квадрате, это у нас коэффициентом единица. Здесь один раз надо переставить, это будет У. И здесь два раза переставить. Поэтому будет 1 плюс У плюс У в квадрате. Ну и В в Кубе. Ну что ж, ребят, я уже могу писать значения кауссовых этих самых чисел-сочетаний. Значит, число сочетаний из единицы по луну. Число сочетаний из единицы по единице. Так, давайте я сюда одну кубу добавлять в знак того, что на самом деле у меня это не обычное число-сочетание, которое означает просто вот такими. штуками. А вот, давайте скажем, деформированные, да, с учетом У. Итак, это просто-напросто единица. Это я первую строчку дать. Первую строчку, то есть здесь число сочетаний из единицы по нулю, плюс число сочетаний из единицы по единице. Хорошо. Теперь вторую строчку смотрим. Число сочетаний из двух по нулю это единица. Так, я довольно часто буду пропускать эту КУ, потому что не так понятно, что у меня это есть. Из двух по единице, вот это уже неожиданная штука. Это один плюс у. И число сочетаний из двух по два это тоже единица. А теперь смотрим на третью строчку. Нам сейчас нужно будет, на самом деле, понять, что же это такое. Итак, это есть у нас единица. Число сочетаний из трех по одному это уже многочеркных хитрелей. Один плюс ку, плюс ку в квадрате. Число сочетаний из трех по два гауссовское это тот же самый. Один плюс ку, плюс ку в квадрате. Ну и из трех по три это, как видите, единица. Так, пока все понятно? Не очень. Не очень. Ну не очень, значит, придется выписывать четвертую строчку. Из четырех. Что? Значит, понятно, почему? Например, число сочетаний и двух по одному альтеру потому что я здесь это выписал. Потому что, чтобы здесь взять А, Б, вам нужно переставить. И здесь возникает множитель ку. Нет, давайте, если плохо понятно, я давай ку-то из четырех еще подробно напишу. Значит, чему соответствует число сочетаний из четырех по нулю? Просто вот этому множителю, произведению АААА. Коэффициент очевидно ранен. А вот когда из четырех по одному, то там ситуации вот какие. У нас должно быть выражение, в котором три буквы А, одна букву. И они бывают разными. АААААБ, бывает АААА, бывает АААА, и бывает БААА. Так вот, мы их все хотим превратить в стандартный вид. то есть чтобы б было справа, а все буквы а были слева для этого здесь ничему не надо делать ну то есть коэффициент единицы здесь одну операцию надо сделать здесь надо сделать две операции и здесь надо сделать две операции то есть вот, что? вот сейчас напишу из четырех пунктов ну тут сложнее, потому что тут будет уже шесть штук и они такие ААББ АБАБ АББА и что еще бывает? БАБ? А нет, АБББ БАБА и наконец ББАА так вот, господа, очень важно понимать, что мы сейчас считаем а мы просто смотрим, сколько потребуется сделать перепрыгиваний вот таких вот, взамен БА на АБ когда эти Б выходит сюда здесь очевидность две операции, да? ААА давайте описать, здесь две здесь ноль операций здесь сколько? а очевидно очевидно два надо поменять вот эти А и В здесь сколько операций? две здесь сколько операций? две здесь сколько операций? три первая а и с этими, да? здесь три и здесь сколько? четыре ну вот и все вот и я и пишу один Q 2 Q в квадрате дальше и Q в четвертом мне сейчас перед тем, как доказывать всякие свойства и так далее мне принципиально важно, чтобы вы вспомнили определение первое, что вы должны понять если взять Q в равных единиц то бином Ньютона Гаусса превращается во что? в привычный, обычный бином правильно? и и когда вы берете в качестве Q единиц это обычная тройка это тройка это четверка это шестерка это четверка это четверка потому что у вас тогда B A равно A B то есть это обычная нормальная чистая школьная программа да вот итак это что называется обычный да обычный бином то есть эта наука резко упрощается если вы возьмете Q равную единицу ну конечно понятно, что именно поэтому она интересна как так не равную единицу вот хорошо теперь какие свойства мы знаем у обычных чисел сочетаний если вы берете число сочетаний из N по M может быть помните была такая замечательная формула у нас количество способов выбрать m conservative это число n это число из m 175 Помните? Так называемый треугольник Паскали. Давайте я быстренько на себя очень напомню. Потому что уж совсем глупо заниматься сложным вещами, если вы не понимаете, как выглядит обычный треугольник Паскали. Вот это. Все помните? Конечно. Для кого-то, конечно, для кого-то, да. Для кого-то это, наоборот, первый раз в жизни. Видимо, удивился. Вот если вы думаете, первый раз в жизни, то, чтобы начать срочно, понятно, об этом узнать. Это называется треугольник Паскали. А плюс b в квадрате это а квадрат плюс 2а в плюс b в квадрат. А плюс b в кубе это а в кубе плюс 3а в квадрат. Б плюс 3а в квадрат. Б плюс 3а в квадрат. Б плюс b в кубе. Ну и так, да. Это способ возводить в степень. Так вот, для чисел сочетания есть такая замечательная интерпретация. Когда вы имеете какое-нибудь такое выражение, типа аа или ав, то очень удобно рисовать это просто на координатной плоскости. Объясняю. Это шаг по горизонтали на единичку вправо. Что такое b? Это шаг по вертикали на единичку вверх. В таком случае, как это рисовать? Раз, два, три. Согласны? А это что такое? Это раз, два и по вертикали. А это что такое? По горизонтали, по вертикали, по горизонтали. А что такое? Это по горизонтали и в два раза по вертикали. Здесь у вас будет просто столбик до высотой три. Ну, казалось бы, ну и что? А вот если секундочку подумать, нарисовать все эти картинки, то вы обнаружите замечательную и очень простую связь между вот такими вот картинками на плоскости и количеством этих самых куб. Давайте я сейчас это нарисую. Эх, раньше-то здесь эти тоски выглядели, и можно было все это легко делать. Сейчас, к сожалению, я не могу, поэтому приходится стирать, писать. Ребята, в нашей стране они только в космос уже запускают некому, да? Какая-то космическая программа. У нас уже отсутствуют люди, которые могут починить доску, да? Просто, в принципе, да? Наши спокойные люди, которые могут им что-то сделать руками, уже что-то перебили. И это совершенно ужасно. Потому что доска это еще не самое страшное, а вот думают вещи серьезные и страшные. Б-В, А-Б, А-А-Б. Посмотрим на вот такое выражение. А-А-Б, А-Б, А-А-Б. Господа, скажите, пожалуйста, сколь как будет куб, когда вы это приведете в стандартный вид? Надеюсь, все понимают, что стандартный вид это А в пятый, В в кубе. Что вам потребуется сделать? Для вот этой буквы А у вас будет две, можете, правильно? Для этой будет три, для этой тоже три. Ребята, вообще-то это площадь вот такой вот клеточкой. Почему? Это А входит с этими большими. Это А входит с этими. Это А входит с этими. Площадь под нашей линией. Таким образом мы получаем, что оказывается, когда вы рассматриваете гаусс-поднимеальный коэффициент, то вы на самом деле интересуетесь вот такими диагнозами.